Жители пока оккупированной части Запорожской области сообщают о том, что среди коллаборантов учащаются разговоры о путях эвакуации и необходимости уничтожать документы оккупационных органов власти. Об этом не только. Поговорим с городскому главой Мелитополя. Иван Федоров присоединяется к нашему эфиру. Иван Сергеевич, приветствуем. Да, приветствую. Добрый вечер. А есть еще какие-нибудь свидетельства того, что оккупанты действительно начинают подготовку к бегству? Во-первых, тут надо разобраться в причинах, почему это происходит. Например, сегодня у оккупантов очередной жаркий понедельник. И на территории временно оккупированной части Запорожской области что-то случилось. Видно, опять не там курили. На двух складах боеприпасов. Один из них в непосредственной близости с временно оккупированным Токмаком. Второй в непосредственной близости с Бердянском в селе Азовское. И настолько сильно они там курили, что детонировало как минимум от трех до пяти часов на каждом из складов. Поэтому все такие события, они, конечно же, наталкивают оккупантов к тому, что совсем скоро им придется выбегать с территории временно оккупированной Запорожской области. И у нас есть свидетельства о том, что идет подготовка к этому. Мы не можем сказать о том, что сегодня кто-то массово выезжает из нашей Запорожской области. Но точно подготовка идет. Что подразумевается под словом подготовка? Первое. На примере банка, который открыли оккупанты во временно оккупированном Мелитополе, ПСД банк он называется, если не ошибаюсь, в воскресенье вывели весь персонал для того, чтобы паковать все архивы и готовить их к вывозу с временно оккупированного Мелитополя. Также мы видим о том, что в населенные пункты временно оккупированной Запорожской области оккупанты завозят автобусы. На прошлой неделе мы говорили о том, что 40 автобусов как минимум завезено в Мелитополь, а сегодня появилась информация о том, что автобусы также завезли в Каменко-Днепровку и также проводят запись на эвакуацию. Некоторые жители попытались записаться, но им отказали, сообщив о том, что за вами приедет следующая партия. Этой партией они вывозят исключительно своих коллаборантов. Также есть информация про наличие автобусов и запись на эвакуацию и в Токмаке. Сегодня, по информации местных жителей, в Токмаке уже укомплектовано два автобуса, но которые, что важно, комплектуются исключительно детьми, которых они собираются вывозить во временно оккупированный Крым, отрывая от своих родителей. Тем самым можно сказать, что воруют наших детей. Но также стоит отметить, что сегодня заистерил основной гауляйтер Запорожской области Балельский, который массово в РОССМИ кричит о том, что вооруженные силы Украины зашли в северную зону возле Васильевка, именно в село Каменское. Это понятно, зачем он кричит, для того, чтобы бросили какое-то подкрепление на запорожскую линию фронта. Но единственное подкрепление, на которое он смог рассчитывать и сможет рассчитывать, это его добровольческий батальон Судоплатова, в который добровольно никто не пошел. Соответственно, такой себе и батальон. Также мы видим, что не только военным путем идет уничтожение вражеской силы, а также во время рытья окопов на временно оккупированной части Запорожской области враги раскопали скотомогильник, который был сделан за хранение погибшего скота, зараженного сибирской язвой. И таким образом, сейчас несколько из них находится у нас в больнице, а часть бригады их находится на карантине. Поэтому не только бобовной, единой уничтожается вражеская сила, а и природа нам также в этом помогает. А на местное население сибирская язва пока не распространилась? Это весь очень опасное заболевание. Такой информации у нас нет, но по информации, которая была ранее, все данные захоронения велись вдалеке от населенных пунктов. Да, еще одна тема очень важная, это борьба с паспортизацией, ну или как вообще проходит та самая паспортизация, которую так активно пытаются проводить оккупанты? Вы знаете, каждую неделю они придумывают новые и новые методы, каким образом заставить наших жителей получить паспорт. Идея принудительной паспортизации, она заключается в том, что они хотят как можно, с одной стороны, как можно наших жителей приобщить к тому злу и преступлению, которое они делают на времена оккупированной части Запоросской области. А с другой стороны, чтобы своей пропаганде рассказывать, что они сейчас стоят не на территории, которую без права занимают, а для того, чтобы рассказать о том, что они защищают русское население, у которых есть паспорта. Но я хочу отметить, что сегодня паспорта России это в большинстве своем способ для выживания. Например, медикаменты невозможно получить бесплатно без российского паспорта. Гуманитарную помощь невозможно получить без российского паспорта. Следующий механизм террора, который они придумали, это чтобы дети получали питание в оккупированных школах, также необходимо, чтобы был обязательно российский паспорт. Соответственно, сегодня они пытаются всячески его всучить, в прямом смысле этого слова, для того, чтобы максимальное количество приобщить к своему преступлению. Ну и каковы их успехи? Насколько местное население ведется на их уговоры, угрозы, шантаж? Мы должны понимать о том, что более 50% жителей выехало из временно оккупированной территории. Остальная часть ждет возвращения наших вооруженных сил на территорию временно оккупированной Запорожской области. Если те, кто получили, коллаборация в Мелитополе очень низкая. На сегодняшний день в реестре коллаборантов примерно 800 человек, те, которые переданы нашим силовым структурам. А остальные жители, те, кто получили, это способ для выживания, точно не больше. Иван Сергеевич, спасибо большое. Спасибо за информацию. Держитесь. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был с нами на прямой связи.